МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АСИБИСИ и радио СИБИСИ-ФМ новости в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Четыре года назад доблестной азербайджанской армии был освобожден важный стратегический объект Худо-Феринский мост на государственной границе страны с Ираном, которая долгие годы была оккупирована противником. Также 18 октября 2020 года освобожден ряд населенных пунктов Джибраильского района. Агдамский индустриальный парк и экономическая зона Арасской долины. Эти два индустриальных парка привлекают повышенное внимание предпринимателей благодаря своим возможностям. Развитие промышленной инфраструктуры будет способствовать восстановлению регионов Карабаха и Восточного Зунгизура. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликт в Европе может иметь последствия, которые будут ощутимы в самых дальних уголках мира. Об этом было заявлено на встрече министров обороны НАТО, в которой на этот раз приняли участие и представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бакинский джаз-фестиваль вновь собрал на своих площадках мировых звезд джаза. Программа фестиваля включает концерты, мастер-классы, творческие встречи и джеймс-эйшены, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и учиться у лучших. Первый вице-президент Азербайджана Михрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Инстаграм публикации в связи с 18 октября, днем восстановления независимости Азербайджана. К слову, этот день является символом преемственности и стойкости азербайджанского народа. 33 года назад страна сделала важный шаг, объявив себя независимым государством. 18 октября для Азербайджана особый день. День восстановления государственной независимости. Дата установлена в честь принятия в этот день в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана от СССР. Сегодня страна отмечает 33-ю годовщину со дня восстановления суверенитета. Конституционный акт основывается на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и Декларации Верховного совета от 30 августа 1991 года о восстановлении государственной независимости Азербайджанской республики. И устанавливает, что Азербайджанская республика является правоприемницей Азербайджанской демократической республики. Этот день и этот праздник, он всегда останется в памяти азербайджанцев еще в течение многих сотен лет. Мы всегда будем верны принципам суверенного, независимого Азербайджана. Мы всегда будем и помнить нашу историю, и помнить то, как нам далась эта независимость, эта суверенность, и как мы ее завоевали, и каким образом мы можем ее сохранить. Это самое главное. Праздник символизирует начало новой главы в истории азербайджанского народа. Восстановление независимости ознаменовалось не только укреплением государственности, но и возвращением к национальным символам. Государственный гимн, слова и музыка которого вдохновляют и объединяют азербайджанцев, снова зазвучал по всей стране как символ свободы и единства. С тех пор Азербайджан пережил непростые времена. Были военные агрессии, этнические чистки, оккупация значительной части территории. В те сложные годы страна находилась в глубоком кризисе. Однако возвращение к власти общенационального лидера Гейдара Лива в 1993 году помогло сплотить народ и государство, и это позволило Азербайджану преодолеть многочисленные испытания. Независимость Азербайджана была достигнута в тяжелых социально-экономических условиях и в период, когда наш народ прошел через тяжелые испытания. История неоднократно доказывала, что защита независимости, являющаяся бесценным национальным достоянием народа, значительно тяжелее и сложнее, чем ее обретение. Перед Азербайджанской республикой, вступившей на путь независимости, на новом историческом этапе развития, стояли также судьбоносные важные исторические задачи, как укрепление государственной независимости, строительство демократического, правового, светского государства, восстановление территориальной целостности страны, урегулирование карабахской проблемы в соответствии с национальными интересами и обеспечение безопасности и благосостояния населения. Общенациональный лидер, провозгласивший Азербайджан наследником Первой демократической республики на мусульманском Востоке, приступил к грандиозной работе по государственному строительству. В результате усилий великого Гейдара Алиева за короткий срок голос Азербайджана стал доноситься с трибун самых влиятельных международных организаций. Возвращение во власть Гейдара Алиева, это было его первой победой над вот этой кликой Гарпачевской, которая проиграла, кстати, на тот момент в битве за власть и была свергнута, и СССР распался. А затем основной задачей Гейдара Алиева было восстановление Азербайджанской республики, в первую очередь экономики, борьба с этим гуманитарным кризисом, обеспечение помощи для беженцев. То есть, на первом этапе это были самые страшные вызовы. Следуя курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, президент Ильхам Алиев пообещал вернуть Азербайджану контроль над утраченной землёй и поднять государственный флаг над возрождаемыми землями. Он выполнил обещание, продемонстрировав волю и решимость страны в достижении своих целей. Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления независимости уже четвёртый год подряд, празднуя его в статусе страны-победителя, сумевшей полностью восстановить свою территориальную целостность. Бриллиант Исламова, Си-Би-Си. В истории любой страны есть события, которые с гордостью будет вспоминать весь народ долгие годы. В Азербайджане таких важных дат немало. На 22-й день Второй Карабахской войны азербайджанская армия добилась прорыва на фронте. 18 октября 2020 года был освобождён Худоферинский мост и два населённых пункта Джибраильского района, где был водружён трёхцветный флаг Азербайджана. В Азербайджане сегодня вспоминают события 22-го дня победоносной войны за освобождение азербайджанских земель от многолетней армянской оккупации. 18 октября 2020 года произошло несколько важных событий, проложивших путь будущей победе. Напомним, 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооружённых сил вдоль фронта, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Отважные воины непрерывно, наступая 44 дня, написали героическую летопись и освободили земли от 32-летней оккупации. Однако к победе пришлось идти последовательно, освобождая один населённый пункт за другим и одну стратегическую высоту за другой. 18 октября 2020 года на Джабраильском направлении фронта подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана сбит штурмовик Су-25 вооружённых сил Армении. Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры, демонстрирующие побег с позиций спецназовцев армянской армии. Вслед за этим вооружённые силы Азербайджана подняли азербайджанский флаг над историческим Худоферинским мостом. Этой новостью в своём официальном аккаунте в Твиттер поделился и президент Азербайджана Ильхам Алиев. 22-й день 44-дневной войны стал ещё одним вкладом в успешное восстановление суверенитета и территориальной целостности всей страны. Вместе с этим в освобождённом накануне от оккупации городе Физули поднят флаг Азербайджана. На Физулинском направлении фронта противник бежал, оставив большое количество боевой техники и боеприпасов. Первый вице-президент страны Мехребан Алиева в своём официальном аккаунте в Инстаграм поделилась публикацией об освобождении территории города Физули и ряда сёл района от агрессора. 18 октября 2020 года азербайджанские подразделения захватили позиции армянского спецназа и был уничтожен ещё один тактический дрон Армении. Окупанты предприняли попытки атаки в направлении Ахдере, Физули, Гадрута и Джабраила, но нападение удалось пресечь благодаря смекалке азербайджанских военных. Освобождённый ровно 4 года назад Худуферинский мост располагается в Джабраильском районе. Он соединяет азербайджанские и иранские берега реки Арас. Возвращение этого памятника архитектуры под контроль Азербайджана предопределило скорую победу над противником. Прошло 4 года со дня освобождения от армянской оккупации Худуферинского моста, расположенного на Азербайджанно-Иранской границе на реке Арас. 18 октября 2020 года наряду с Худуферинским мостом от оккупации были освобождены ещё два населённых пункта Джабраильского района, сёла Гаджилы и Гаджи-Исаглы. На освобождённых территориях был водружён флаг Азербайджана. Одержав блестящую победу в Карабахе, победоносная азербайджанская армия вернула истинным владельцам этот ценный исторический памятник и стратегический пункт. Таким образом, 18 октября 2020 года вписано в историю Азербайджана золотыми буквами. Согласно тех решений, которые были приняты Верховным Главнокомандующим, используя успех на южном направлении, а также на других направлениях, азербайджанские вооружённые силы смогли освободить Худуферинский мост, который имел большое как моральное, так и тактическо-стратегическое значение на этом направлении. Несмотря на упорное сопротивление противника вокруг Худуферинского моста, героические воины Азербайджана освободили этот исторический памятник и наряду с частями вооружённых сил, вернее, частями армии Азербайджана, хочется отметить героизм частей военнослужащих нашей доблестной пограничной службы. Несколько мостов Худуферинья были построены в 12-13 веках. С тех пор до нашего времени сохранились два монументальных 15 и 11 пролётных моста. Спустя неделю после победы над противником в 44-дневной Отечественной войне 16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева посетили освобождённый от оккупации Джабраильский район. Худуферин, оставивший глубокий след в истории азербайджанского народа, является предметом национальной гордости. Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана от 24 июня 2021 года, десятки тысяч военнослужащих, участвовавших в операциях по освобождению района, в том числе Худуферинского моста и проявившие личное мужество и отвагу, были награждены медалью за освобождение Джабраила. 4 мая 2023 года глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента посёлка Худуферин в Джабраильском районе, который строится вблизи Худуферинского моста. Худуферинский мост, кроме того, что он играл очень важное значение в торговле и находился на линии Великого Шёлкового пути, он представлял ещё и сегодня представляет очень стратегически важный объект. И не случайно во время 44-дневной Отечественной войны взятие Худуферинского моста практически открывало путь к двум очень важным для Азербайджана районам – это Зангеланский и Губатлинский район. Мост будет представлять собой очень важный элемент азербайджанской архитектуры, азербайджанской культуры. Я уверен, что здесь будут организованы туристические поездки на этот мост, потому что он, я ещё раз повторяю, является уникальным мостом и в мире, может быть, очень мало таких мостов, которые естественным образом вплетались и даже архитекторы это учитывали во время строительства моста, вплетались в природные ландшафты». За минувшие четыре года совместно с Ираном осуществилось строительство водной инфраструктуры Худуферинского водохранилища на реке Арас, а именно гидроузлов Худуферин и Гызгаласы, введённые в эксплуатацию 19 мая текущего года. Худуферинские мосты считаются одним из прекрасных примеров исключительного инженерного мастерства азербайджанских архитекторов. Историками отмечается их уникальность, выраженная в тесной связи с историческими событиями мирового значения, в органическом единстве с прекрасным ландшафтом, а также в высоком архитектурно-инженерном решении. По мнению многих исследователей, название Худуферин они получили потому, что их опоры построены на естественных монолитных камнях в середине реки. Есть мнение, что эти мосты играли большую роль в развитии экономических и культурных связей Азербайджана от Индии до стран Ближнего и Среднего Востока, а также с Россией и странами Западной Европы. Символ Джибраила – мосты Худуферин, соединявшие на протяжении веков берега Араза, являются также памятником их важного торгово-экономического значения. Гюля Данемалиева, Си-Би-Си. В Стамбуле состоялось третье заседание платформы регионального сотрудничества Южного Кавказа 3 плюс 3. Во встрече организованной министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом принимали участие главы МИД Азербайджана, России, Армении и Ирана Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Арарат Мирзаян и Аббас Аракчи. Подробнее о том, какие вопросы были затронуты в рамках заседания, расскажет мой коллега Турал Асади, он сейчас подключается к нам. Турал, здравствуй. Что ж, о чем говорили главы МИД? Приветствую, Лидия. Совершенно верно, сегодня в Стамбуле проходит третья встреча в рамках платформы сотрудничества 3 плюс 3. Здесь принимает участие как принимающая сторона министра иностранных дел Турции Хакан Фидан, а также его коллеги из Азербайджана, России, Ирана и Армении. Состоялась уже церемония открытия данной встречи. И, как было ранее сообщено, в рамках сегодняшних встреч, как отдельно между сторонами, так и в целом, в рамках платформы 3 плюс 3 обсуждались такие вопросы, как армяно-азербайджанские отношения, проблемы между двумя государствами, процесс нормализации отношений между Паку и Ереваном, а также в целом ситуация на Южном Кавказе, мирные процессы на Южном Кавказе. Это касается и армяно-азербайджанского урегулирования, а также ситуации вокруг Грузии, территориальная целостность, ураганитет Грузии также являлся вопросом обсуждений в рамках данных сегодняшней встречи в формате 3 плюс 3. Ну и в целом, по ряду других актуальных вопросов министр также предполагается, что обменялись мнением. Сейчас продолжается встреча тет-а-тет между главами МИД Азербайджана, Турции, России, Армении и Ирана. В очередной раз грузинская сторона не приняла участие на данном мероприятии, на данной встрече. Третий, который проходит в Стамбуле. Об этом сегодня в ходе церемонии открытия в своей речи говорил и Хакан Тидан. Ну что ж, для начала послушаем коротко его речь. Уважаемые участники, бурные процессы, которые мы наблюдаем в нашем регионе, войны, гуманитарная катастрофа, созданная Израилем на Ближнем Востоке, еще раз показывают, насколько важен диалог и сотрудничество на региональном уровне. Наши межгосударственные связи лежат в основе наших взглядов на Южный Кавказ. Мы считаем, что страны этого региона лучше все узнают региональные проблемы, и только они могут их решить. В качестве отражения этого видения мы ожидаем принятия совместного заявления по результатам наших переговоров. В Анкаре многократно отмечали важность данной платформы. Я напомню, что платформа сотрудничества 3 плюс 3 является инициативой азербайджанской и турецкой сторон. Она была создана после победы Азербайджана в 44-дневной войне, после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. Данная инициатива азербайджанской и турецкой сторон является важной платформой для сотрудничества, для диалога между столицами, между странами, ее участниками данной платформы. Здесь многократно и президент Азербайджана Аль-Камалиев и турецкий лидер Эджептей Пардоган подчеркивали важность налаживания отношений в рамках данной платформы, продвижения данной платформы и, конечно же, проведение встречи. Уже третья состоялась сегодня в Стамбуле, говорит о актуальности данной платформы и что многие вопросы, как отметил Анфидан в своей речи, страны на самом деле могут решить между собой без участия каких-либо внешних игроков в жизни нашего региона. Здесь, конечно же, огромное значение внимания в ней уделяется вопрос армяно-азербайджанских отношений, процессу нормализации между двумя странами и, конечно же, подписание мирного договора между Баку и Ереваном является очень важным вопросом, который стороны хотят решить, помочь, вернее, сторонам решить, договориться между собой, Баку и Анкара. Да, безусловно, как и было ранее многократно заявлено, всегда готовы оставлять открытыми свои двери для переговоров с армянской стороной. Реджеп Тейп Эрдоган многократно об этом недавно, в частности, заявлял, и как Анфидан, также вот вчера в интервью одному из турецких телеканалов в интервью заявил о том, что позиция турецкой стороны, лично президента Турции Реджеп Тейп Эрдогана по данному вопросу, она понятна, известна всем сторонам, Турция всячески поддерживает стремление стран региона к миру, к сотрудничеству и стабильность на Южном Кавказе крайне важна для официальной Анкаре и отсюда исходит ее инициативность и подобные площадки, подобные платформы, сотрудничество в качестве 3 плюс 3 и в рамках других платформ и площадок турецкая сторона проявляет свою инициативу, выражает готовность помочь сторонам предоставить свою площадку для переговоров. Мы это наблюдали и в рамках Анталийского дипломатического форума, когда турецкая сторона хотела организовать встречу главмида Азербайджана и Турции. Тем не менее, состоялись отдельные встречи между главами МИД Азербайджана Турцией и Арменией. В ходе данных переговоров также были обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Баку и Ереваном. Также отмечу, что по итогам сегодняшней встречи ожидается, что стороны примут, главы МИД примут, утверждят совместное заявление, в котором, как и в прошлом году, ожидается, что будет подтверждена приверженность сотрудничеству, подтверждена приверженность поддержки, суверенитету территориальной целостности каждой из стран, а также особое внимание могут уделить и вопросу невмешательства стран, которые не являются игроками в нашем регионе внешних сил во внутренние дела стран региона. Ну что ж, на этом у меня пока все. Лидия, слово передаю тебе. Спасибо, Турал. Турал Асади рассказал подробности третьего заседания платформы регионального сотрудничества Южного Кавказа «3 плюс 3». О взаимодействии в данном формате мы продолжим говорить с нашим гостем. К нам подключается Фуат Гусейн-Алиев, директор информационного агентства «Репорт». Изменение климата считается одним из важных вызовов, влияющих на стабильность мировой экономики, в том числе экономики Азербайджана. Председатель Центрального банка Талех Киазымов Баку на форуме «Зеленые финансы и устойчивое развитие» заявил, что преодоление этих проблем является одним из важных приоритетов энергоперехода. Переход к зеленой экономике неизбежен с точки зрения долгосрочного устойчивого развития страны. В связи с этим одним из важнейших условий является наличие зеленых финансов. О необходимых мерах в этом направлении на форуме «Зеленые финансы и устойчивое развитие» рассказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Киазымов. По его словам, нужно увеличить информированность общества о зеленых финансах, установить диалог между заинтересованными сторонами и применить различные инновационные решения. «Нами совершенствуется нормативная база зеленых финансов. Наша главная цель – привести портфели финансовых учреждений в соответствии с целями устойчивого развития и обеспечить наличие у них инструментов и руководящих принципов в этой области. Уже подготовлена дорожная карта устойчивого финансового развития на 2023-2026 годы, которые направлены на усиление роли данного сектора. Подготовлена зеленая финансовая таксономия. Консультации по первоначальному варианту таксономии проводились Центробанком совместно с госучреждениями, отраслевыми ассоциациями, финансовыми институтами. В ближайшее время документ будет представлен правительству на одобрение. Разработана правовая база для соблюдения всемирно признанных стандартов и руководящих принципов по управлению климатическими рисками. Банковский сектор играет важную роль в развитии климатического финансирования как драйвера экономического развития. В настоящее время финансовые структуры Азербайджана реализуют принципы устойчивого финансирования в рамках тесного сотрудничества с Центральным банком. Как отметил Талех Киазимов, банковский сектор планирует взять на себя обязательства в День финансов на КОМ-29. Дальнейший экономический рост и направление развития экономики Азербайджана будут во многом зависеть от банковского сектора. «Мы возлагаем большие надежды на банки и финансовые учреждения в плане креативности и разнообразных предложений. Развитие смешанных форм этих инструментов, их вывод на рынок, новые предложения для бизнеса и представления и их госорганам создаст важную повестку. В ближайшие дни мы объявим о нашей климатической стратегии. Она включает программу декарбонизации, которая коснется всех сверх. Азербайджан поздно присоединился к климатической повестке. Почти все основные развитые страны, большинство развивающихся стран, продвигают климатическую повестку. В Азербайджане в этом направлении также ведется серьезная подготовка. В этом году мы посетили 42 страны и изучили их опыт. Для содействия продвижению «зеленого» финансирования, ориентированного на ускорение достижений цели устойчивого развития ООН, Азербайджан привержен сотрудничеству с национальными партнерами и частным сектором. В прошлом году в рамках совместной программы ООН мы разработали инвестиционную карту цели устойчивого развития для Азербайджана, определив сектора и области с высоким потенциалом ускорения реализации программы, одновременно предлагая прибыльные инвестиционные возможности для бизнеса. Глобальное сообщество все больше осознает важность «зеленого» и устойчивого финансирования для значительных успехов в достижении поставленных целей и действий по борьбе с изменением климата. Основное внимание на КОП-29 Баку также будет уделено финансированию, которое очень необходимо для достижения целевого показателя в полтора градуса по Парижскому соглашению. В течение следующих 36 лет азербайджанские банки должны направить на «зеленое» финансирование около 17 миллиардов 600 миллионов долларов, заявлено на форуме в Баку. Согласно отчету Всемирного банка по климату и развитию, для значительного сокращения выбросов углекислого газа к 2060 году Азербайджану необходимы инвестиции в 44 миллиарда долларов. А прямо сейчас мы возвращаемся к обсуждению заседания ГлавМИД в формате 3 плюс 3. К нам подключается наш гость Фуат Гусейн-Алиф, директор информационного агентства «Репорт Фуат Мэлем». Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Фуат Мэлем, что ж, это уже третье заседание в таком формате. Как вы считаете, насколько он эффективен в целом для развития региона, для решения всех необходимых вопросов? Ну, на самом деле формат сотрудничества региональных государств, в которые, как известно, входят и Россия, и Турция, и такой широкий формат и Иран, он способствует установлению мира в нашем регионе. Это полезный формат как с точки зрения налаживания связей, так и с точки зрения региональных, открытия региональных коммуникаций, которые все еще остаются закрытыми между Азербайджаном и Арменией. В принципе, именно длительная оккупация азербайджанских земель со стороны Армении и привела к тому, что эта страна, Акция Ереван и Армения осталась вне всяких региональных проектов и сейчас пытается, скажем так, в определенной степени быть вовлеченной в них. Правда, надо отметить, что пытается она не очень активно, но вот такого рода форматы как 3 плюс 3 как раз позволяют Армении в какой-то степени быть вовлеченными в эти транспортные проекты, логистические проекты, за которыми, в принципе, могут последовать и проекты более другого масштаба. Тут можете речь как и о перевалке, предположим, электроэнергии и перевалке других энергоресурсов в целом, не только энергоресурсов, но и просто перевалки товаров. Как мы знаем, вот этот формат также может способствовать тому, что налаживание коммуникаций в рамках этого формата может также стать одной из веток срединного коридора. То есть тут открывается, на самом деле, очень широкое поле для деятельности, широкое поле для новых проектов. То есть, но тут, естественно, все страны должны к этому подходить ответственно и реально оценивать и свои возможности, и тот вклад, который они дают и в региональную безопасность, и в региональный транспортный проект. Фаутмальм, а как вы считаете, насколько Армения все-таки готова к взаимодействию в данном формате, учитывая все последние события, заявления официальных лиц этой страны? Ну, я поэтому отметил, что на самом деле самой Армении вот это фактически одна из последних возможностей принять участие в региональных проектах, но я и поэтому отметил, что она к этому, к сожалению, на данный момент так и полноценно не стремится. То есть, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы Армения была полноценно вовлечена в региональный проект? Это заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Процесс длится уже очень, можно сказать, что достаточно долго. Конечно же, в данном случае в последнее время мы слышим совершенно обратные заявления с армянской стороны. То есть, на словах они выражают готовность подписать мирные соглашения, хоть сегодня, хоть через месяц, хоть через два месяца. То есть, буквально, там, скажи, через неделю они будут готовы подписать соглашение, но они не учитывают некоторые моменты, которые очень принципиальны для азербайджанской стороны. Азербайджан представил свои условия для этого мирного соглашения. Мирное соглашение не должно быть основано на желаниях правительства Пашиняна. Мирное соглашение должно быть заключено и признано всем армянским народом. А для этого ни в каком документе, и в первую очередь в Конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану. Именно вот это является фактически основой для долгосрочного мира в нашем регионе. А заключив какое-то соглашение, которое не будет охватывать вот эти основополагающие краеугольные камни мира в регионе, мы поставим под вопрос будущее этого мира. А что будет, если завтра придут в Армении, придут власти силы, которые имеют совершенно противоположную точку зрения, отличную от зрения Пашиняна, то есть отличную в отношении мира. Да и у самого Пашиняна он же тоже не является однозначной фигурой, поддерживающей мир. Мы же видим, как в Армении все более разгораются реваншистские силы. Мы видим, как Армения продолжает активно вооружаться, и это все приводит к милитаризации региона. Вот эти все факторы, конечно же, показывают, что Армения хоть на словах и особенно на международных площадках постоянно говорит о мире, но на практическую плоскость это, к сожалению, не переходит. Хотя именно, еще раз повторю, мирное соглашение может стать основой для полноценного формата сотрудничества как 3 плюс 3, так и других форматов в нашем регионе. Ведь мы же знаем, что заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией откроет путь для открытия границ и заключения налаживания дипломатических связей между Арменией и Турцией. То есть это все тот же формат 3 плюс 3. Без одного невозможно другое. И чем раньше, мне кажется, Армения до конца осознает эти реалии, тем быстрее вот эти встречи и договоренности на встречах в формате 3 плюс 3 перейдут в практическую плоскость. Фуад Мелин, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо вам. Всего доброго и напомню, что на прямой связи со студией был Фуад Гусейн-Алиев, директор информационного агентства «Репорт». Продолжаем выпуск. Агентство по развитию экономических зон Азербайджана активно способствует восстановлению Карабаха, уделяя особое внимание развитию промышленного потенциала региона. В рамках этого процесса под управлением агентства были созданы два значимых индустриальных парка – Агдамский индустриальный парк и экономическая зона Арасской долины. Оба проекта привлекают значительный интерес предпринимателей благодаря своим возможностям и инвестиционной привлекательности. Агдамский индустриальный парк стал вторым в стране по числу резидентов после Сумгаицкого химического промышленного парка. Уже более 60% территории парка заняты предпринимателями, а в общем статус резидента и нерезидента получили 46 субъектов предпринимательства. Их предприятия планируют вложить в развитие индустриальных парков свыше 390 миллионов монатов, что приведет к созданию более 4000 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день в индустриальные парки Агдам и экономическая зона Арасской долины уже инвестировано более 118 миллионов монатов, а создано около 500 постоянных рабочих мест. На территории парков функционируют 10 предприятий, которые занимаются производством разнообразной продукции – от электрораспределительного оборудования и бетонных конструкций до различных металлических изделий и систем автоматизации. Некоторые из этих товаров уже поставляются на внутренний рынок и могут выйти на экспорт. В 2025 году планируется открыть новые предприятия в обоих промпарках. В их числе производство декоративных камней, цемента, синтетических ковров, металлических профилей и строительных материалов. Ожидается, что этот шаг значительно усилит промышленный потенциал региона и создаст новые возможности для местного бизнеса. Кроме того, следует отметить, что благоприятные условия для предпринимателей, работающих в индустриальных парках, являются важным элементом их успеха. В индустриальных парках создана благоприятная инвестиционная среда, обеспечена необходимая инфраструктура – газ, электричество, вода, канализация, оптоволокно, автомобильные и железнодорожные линии. Предприятия освобождаются от налогов на имущество, землю и подоходного налога на срок до 10 лет, а также от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе машин и оборудования. Дополнительные льготы предусмотрены для индустриальных парков на освобожденных территориях, включая льготные кредиты, субсидии на социальные страхования, 20-процентную скидку на коммунальные услуги и освобождение от налога на добавленную стоимость импорта сырья. На сегодняшний день 153 субъекта хозяйствования получили статус резидентов промышленных зон, в которые инвестировано более 6 миллиардов 800 миллионов монатов. Создано более 10,5 тысяч рабочих мест. В ближайшее время ожидаются новые инвестиции в размере более 1 миллиарда монатов и создание свыше 8 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, промышленные парки Агдам и экономическая зона Арасской долины становятся важными драйверами экономического восстановления Карабаха и создают новые возможности для развития бизнеса в регионе. На освобожденных от оккупации территориях Министерство здравоохранения Азербайджана организовало медицинское обследование для жителей Карабаха и Восточного Зангизура. Цель мероприятия – укрепление здоровья граждан. Подробнее расскажет моя коллега Балифа Бахшиева. Балифа, здравствуй, что ж, как проходит мероприятие? Здравствуйте, студия. Сегодня в рамках первой государственной программы «Великое возвращение» на освобожденной от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проведение медицинских обследований. На сегодня запланировано очередное подобное мероприятие. Бригада научно-исследовательского института травматологии и ортопедии обследует жителей города Физули. В случае необходимости им будут оказаны лечебно-реабилитационные услуги. Одновременно это диагностика и выявление травм, переломов и растяжений, а также незамедлительное медицинское вмешательство при необходимости и комплекс лечебных услуг для устранения проблем, вызванных травмами. Применение программ посттравматической реабилитации направлено на восстановление функциональных возможностей граждан. И повышение качества их жизни. Просветительские мероприятия призваны защитить население от травм, предотвращая подобные проблемы в будущем. Жителям Физули, у которых при осмотре были выявлены проблемы со здоровьем, представляются профессиональные врачебные консультации и назначается соответствующее лечение. Кроме того, сегодня запланирована диагностика заболеваний позвоночника, нервов, опорно-двигательной системы, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний. Врачи и физиотерапевты научно-исследовательского института травматологии дают рекомендации по быстрому и эффективному восстановлению здоровья. В ходе акции было обследовано более 100 граждан. Следует отметить, что Минздрав планирует постоянно проводить образовательные мероприятия и скрининговые кампании в других освобожденных от оккупации районах. Нам удалось сегодня поговорить с врачом и участниками медицинской акции и давайте послушаем, о чем они говорили. Мы сегодня постараемся всем помочь, оказать помощь, назначить лечение, а те, которые требуют более квалифицированной помощи, их мы пригласим к нам в институт для оказания более обширной медицинской помощи. Я привел ребенка на рентген, потому что он упал и получил травму. Хочу поблагодарить за проведение обследования. Я пришел сюда сегодня и прошел обследование. Мне померили давление и выписали лекарства. Я очень благодарен врачам. А у меня на этом все. Студия. Спасибо, Балифа. Балифа Бахшиева подключалась к нам. Между тем продолжается поездка группы азербайджанцев, проживающих в Грузии, на освобожденной от оккупации территории Азербайджана. Сегодня делегация посетила город Ханкенди. Подробнее расскажет моя коллега Абу Хаят Джафарова. Хаят, здравствуй. Какие места вы уже успели посетить? Здравствуйте, студия. Мы находимся в городе Ханкенди, где сегодня проходит второй день визита путешественников из Грузии. В составе 32 человек путешественники при поддержке посольства Азербайджана в Грузии осуществляют свой визит по территории Карабаха. Упор сделан на три города. Это Шуша, Ханкенди и Ахдам. В данный момент мы находимся в Ханкенди. Вчера же путешественники посетили город Шуша, жемчужину Карабаха. Они посетили множество культурных объектов города. Это и главные ворота крепости, Гянджинские ворота, дворец дочери Хана Хуршутбона на Таван, множество старинных, восстановленных уже мечетей и медресе, а также Джидер-Дюзю. Сегодня же, как я уже сказала, мы находимся в Ханкенди. Здесь путешественники уже успели посетить ряд культурных объектов. Это и памятники. Ну и же самое главное, это Карабахский университет, который находится позади меня. В нем в этом году началась работа, были приняты студенты, начался учебный год. Путешественникам была проведена маленькая экскурсия по зданию. Они успели поговорить со студентами об их впечатлениях, об их опыте, об учении в Карабахском университете. Мы бы хотели передать вам комментарии одного из путешественников. Я уже был в Карабахе три раза. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, становлюсь свидетелем стремительного восстановления Карабаха. Это наш первый визит в Карабахский университет. Члены делегации даже заявили, что жалеют о том, что не учатся в этом замечательном университете. Вчера мы посетили Шушу, ее достопримечательности. Когда была война в 2020 году, грузины, проживающие в Азербайджане, следили за каждой новостью с фронта. Когда же пришло известие о победе, помню, как счастливые соотечественники праздновали победу. Ну а после Ханкинды мы отправимся в Ахдам, где путешественникам также будет проведена экскурсия по достопримечательницам города. Будет передана самая важная, самая значимая информация о восстановлении региона. Впрочем, всего запланированы визиты трех групп путешественников из Грузии. Они начались вчера и продолжатся вплоть до 22 октября. Съемочная группа CBC будет находиться рядом, путешествовать вместе с ними, передавать вам самую интересную и актуальную информацию. На этом у меня все. Слово вам. Будем ждать от тебя новостей. Спасибо, Хаят. Абу Хаят Джафарова подключалась к нам. Европейский Союз объявил о фактической приостановке процесса приема Грузии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС. Страну обвинили в нарушении европейских ценностей. В саммит Европейского Союза заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте ЕС. Касательно действий правительства Грузии, то Евросоюз, цитата, «выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Это подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС». Однако, по мнению экспертов, процесс блокировки приема Грузии в Европейский Союз был ожидаем, и в Брюсселе даже не собирались рассматривать такой вариант. Сам ИТС фактически заблокировал действительно процесс принятия Грузии в Евросоюз. И это было ожидаемо, так как, во-первых, никакой реальной перспективы принятия Грузии в ЕС не существовало. Это все служило политическим целям ЕС обеспечить внутренней политике Грузии достаточную податливость и достаточное раболепие, я бы сказал. Европейский совет также выразил готовность продолжать поддержку грузинского народа, таким образом четко противопоставив народ правительству. Кроме того, Брюссель предупредил, что будет пристально мониторить предстоящие парламентские выборы в республике, которые должны быть свободными и честными, с присутствием иностранных наблюдателей и при полной поддержке «свободных, независимых и многообразных СМИ». В сентябре этого года премьер-министр республики Ираклий Кабахидзе заявил, что Грузия станет членом Европейского Союза в 2030 году. Он добавил, что страна сейчас находится на перепутье своей истории. По словам политика, выбор пути развития делается, исходя из интересов граждан Грузии. Конечно, вот это решение, эта резолюция Европарламента также служит определенной политической цели, цели дестабилизации Грузии, цели способствовать своей агентуре в предстоящих выборах парламент Грузии. Это единственная практическая направленность этих резолюций и этого решения. При этом в документе не говорится конкретно, каких именно реформ добивается Брюссель от Белеси. Однако об этом европейские функционеры уже неоднократно заявляли. Речь идет о трех основных требованиях. Отмена законодательства об иностранных агентах, отмена запрета на пропаганду ЛГБТ, объявление о поддержке конфронтационного курса в отношении Москвы с перспективой к присоединению к антироссийским санкциям Европы, как это сделало руководство Молдовы. Требование о поддержке внешнеполитического курса ЕС, включая санкционную политику, является формальным обязательством для всех кандидатов на прием. Пярия Дуни Малиева, Сибиси. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!